В суд Толмазбика Тамбаева и остальных фигурантов дела по событиям в Койташе привезли под усиленной охраной. Автозак сопровождали около десятка автомобилей. На территорию Первомайского районного суда никого не пустили, даже журналистов. В здание попали только обвиняемые и их адвокаты. И сразу же две акции протеста на парковке перед зданием суда. Митинг сторонников экс-президента и митинг его противников. Около десятка женщин, которых тут же назвали убоновками, требовали посадить Атамбаева. Сторонники Алмазбика Тамбаева назвали антимитинг проплаченным. Его организовали власти, чтобы попытаться дискредитировать экс-президента, считают они. Это подготовленная клаванка, толпа, которая использует власть. Это еще подтверждает, что все это было специально срежиссировано братьями Джейнбековыми, кто сейчас их поддерживает. Так что не обращайте на них внимания. Девочки, не ругайтесь. И мальчики тоже не ругайтесь. Это лицо Джейнбековой власти. Когда люди видят о том, что очень много сторон собирается против этого, говорят о несправедливости, власть решила путем подконтрольных людей через деньги организовать Аттенбитинг. Я так понял, привезли на маршрутках всяких провокаторов, и хотят столкнуть, я так понимаю. И я думаю, это ни к чему хорошему не приведут. Но просто пришли сторонники Алмазбека Шершеновича, сельчане пришли. Некоторых задерживают сотрудники ГКНД. И сейчас организовывают этот проплаченный Аттенбитинг. Ну кто в нашей стране выйдет в поддержку Джейнбекова? Ну кто? Только моральный урод, родственник Матраимова или Джейнбекова, или этих 120 баранов? Или вот какой-то тупой чиновник. Кто может выйти в поддержку Джейнбекова? Только воры, коррупционеры, обманщики, подлецы, предатели и дебилы. Все. Больше никто не может выйти в поддержку Джейнбекова. Вот кто может выйти в поддержку Джейнбекова? Это смешно. Смешно. никто не выйдет в нормальную нашу страну в поддержку семьи. Я считаю, что им заплатили, так как мы с моей сестрой подошли к некоторым, спросили у них вопросы, они сбегают вопросов, и они даже не знают, из-за кого они там наступают. Непонятно, как вообще-то. А Никитина, Саганат, как она их подошла? А, вот, спросили, кто такой Анат Саганбаев. Почему вы хотите, чтобы... Да, спросили, почему вы хотели, чтобы закрыли. Они сказали, он, оказывается, там деньги украл страны, там всякое. Ну, всякие разные ответы, которые вообще не подходят к этому. Да, они даже не знают, кто это, кто это, кто это, как Анат Саганбаева. Мы даже показали, покажите на фотках, какой из них Анат Саганбаева, он убежал. Анти-митинг кылып, адамдар далып келгене, был Абдан Турамес. Был джерде, первичден, эктораптан, адамдар, эктораптан, адамдару, ковсуздугу, Абдан Горкнушта, Ошел, Жағы, ойлунулган Мес. Азырмы, эктораптан, солгышу, демушташкетсе, гимджоперет, Соронники Атамбаева жалуются на давление со стороны властей. Тимирлан Султанбеков заявил о том, что силовики терроризируют жителей сел и требуют не участвовать в акциях в поддержку бывшего главы государства. Время пандемии коронавируса, когда была первая волна, столько людей сидели, карантин, ни одна машина не ездила и не говорила людям, сидите дома и так далее. Сейчас говорят, сидите дома? Сейчас говорят, едет огромные машины МЧС, всех угрожают, ловят. Ну а что происходило на процессе, стало известно о том, что председательствующий удалил Алмазбека Тамбаева из зала суда. Ну, в связи с тем, что это незаконно, не отвечает требованиям закона, затем, я бы сказал еще, что это не прописано в законе, а Алмаз Шашенович не согласился с этим. И после этого судья удалил его из зала суда до конца судебного разбирательства. С сегодняшнего, да? Судебного разбирательства в целом, что тоже незаконно. Сотрудники милиции не допустили столкновения противоборствующих сторон, впрочем, ни эта, ни та сторона в драку особо не лезли.